Глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства. Все подробности принятого документа в комментарии нашей программы. Ни для кого не секрет, что основу экономик развитых стран мира представляют неизвестные глобальные компании, ими которых на слуху, а малый и средний бизнес, который наиболее приспособлен к изменчивой рыночной конъюнктуре и предпочтениям потребителей. Сегодня в Узбекистане немало бизнес-структур, которые можно отнести к успешным проектам по реализации деловых инициатив. В то же время еще немало сдерживающих факторов, которые препятствуют появлению абсолютно новых, пусть и небольших, предпринимательских структур. За счет реализации программных мер по широкому привлечению населения к предпринимательской деятельности, созданию условий для формирования дополнительных и стабильных источников дохода, уровень жизни населения повышается, но не в той динамике, в какой хотелось бы. И основной причиной сложившейся ситуации является нехватка или неправильное распределение средств на кредитование начинающих и особенно молодых, желающих проявить себя на бизнес-поприще. Государство осознает, что начальный капитал у большинства претендентов отсутствует и идет навстречу. Подтверждение этому постановление президента о дополнительных мерах по совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства. Документ позволит расширить доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре, обеспечить целенаправленность и эффективность использования государственных средств в реализации программ развития малого бизнеса и частного предпринимательства, обеспечения занятости населения. Нельзя не сказать о том, что сегодня область, связанную с поддержкой предпринимательства, ремесленничества, фермерского движения, развития семейного бизнеса, обеспечения трудоустройства граждан и развитию вышеназванных направлений в регионах страны, регулирует сразу несколько указов и постановлений президента. Картина, в принципе, простая. Деловому человеку, стремящемуся начать и развить бизнес, нужны доступные кредиты. И постановлением устанавливается порядок, в соответствии с которым кредитование программ будет осуществляться по ставке рефинансирования Центрального банка. А ресурсы на их финансирование, выделяемые Фондом реконструкции и развития Узбекистана и часть ресурсов, погашаемые в 2020-2022 годах, ежемесячно направляются уполномоченным банкам на финансирование проектов. При этом процентная ставка по ресурсам устанавливается на 4% пункта ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В данном постановлении устанавливается новый порядок определения процентных ставок по льготным кредитам, представляемых в рамках государственных программ по семейным предпринимателям. То есть, начиная с 2020 года, все процентные ставки по льготным кредитам в рамках программ семейного предпринимательства устанавливаются в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистана. То есть, это на сегодняшний день составляет 16%. Для предпринимательства сохранятся также льготные условия. То есть часть процента расхода могут покрываться со стороны фондов, специальных фондов и централизованных источников. Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности используемых централизованных источников, еще повышение эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и сокращение разрыва и сегментации на кредитном рынке. Кстати, о самих социальных программах. В 2020 году планируется выделить на их финансирование за счет централизованных ресурсов 4 трлн 382 млрд сумм. Вот как будут распределены средства. Здесь отмечены не все получатели, но объем представляется довольно впечатляющим. Для реализации социальных проектов Агробанком было выделено более 2 трлн 100 млрд сумм кредитов на население и частное предпринимательство. В настоящем постановлении предусмотрено в следующем году финансировать 1 трлн 700 млрд сумм на этих проектов. Действующая инфраструктура Агробанка 170 филиалов даст нам возможность реализации данного проекта. В то же время поставлен ряд задач перед наблюдательными советами уполномоченных банков. Это и создание широкой сети офисов банковских услуг, и внедрение модульного кредитования, и самое главное усиление методов работы, при которых на первом месте клиента ориентировались. В связи с этим в двухмесячный срок микрокредитбанком будет разработан и утвержден план мероприятий, подразумевающий создание широкой филиальной сети офисов банковских услуг. С пересмотром имеющейся филиальной сети в случае необходимости. Активное внедрение кредитных и других продуктов на основе модульного кредитования, в том числе путем применения информационных технологий. А также осуществление сотрудничества в регионах с приемными премьер-министра Республики Узбекистан в рассмотрении обращений реализуемых проектов молодежи, финансируемых микрокредитбанков в рамках выделенных ресурсов. По различным программам акционерным коммерческим народным банкам выделено более 2 триллионов льготных кредитов. В густонаселенных пунктах открыт 36 офисов банковских услуг. До конца года планируется увеличить количество таких офисов до 44. Также постановлением главы государства значительно увеличится уставный капитал уполномоченных финансовых институтов для финансирования проектов в рамках госпрограммы «Йошляр Келя Джагимас». Так что средства будут, и их не может не быть. Они как раз и позволят начать свое дело, пусть иногда небольшое, но приносящее прибыль и самое главное чувство удовлетворения от того, что это твое, твоя идея и воплощение. А там, гляди, можно и в ВВП страны внести посильную лепту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!